господи иисусе христе сыне божий помилуй нас сейчас посмотреть даже время сколько у нас это по местному у нас 5 часов 14 минут уже помолились утра и за предыдущий день мы каждый день состав ролик составлены попросили по просьбе гольца трудящихся колестникова николая она так и не нашлись где они и вот начинает дальше говорить какое там у нас дня до дня пока мы не пропустили номер тридцатый вопросы пожелания и события дня задавать вопросы 10 января 2016 году вот так но как эпиграфом ко всему что совершается с нами именно я взял вот такое кругом измена трусость и обман известная фраза последнего российского императора николая второго записана и в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения престола вот это как печать особенно это заметно нигде в интернете такого кажется это друзья вместе были все в один день раз враг перешел в сторону врагов и еще начинает искать соратников и прочее повсюду везде кругом измена притом никакого повода не было вот я 53 года назад уверовал у меня верование ничего не было изменено нигде эти люди каждый день меняют что-то переходят где-то у меня православная вера с молоком матери впитанная но священства не было не было в деревне было когда священство стало на этом все сразу и вот непрерывно непрерывно вокруг меня это что я вижу это избрание божие когда человек избран и бог его испытывает с одного сосуда вино в другой переливает как иосифа то в колодец братья бросили завидовали то плен продали то в египте уже опять обвинение и наконец выходит оттуда премьер-министром страны вот так мы готовимся к небу и что гонят по преследует это совершенно естественно как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу измаил исаака так будет и сейчас и все желающие жить благочестиво будут гонимы и вот мы находим где где это это как клеймо какое стоит на народе русском на государстве неблагодарность все что считаешь перемена первая глава это все относятся именно к православным так называемым потому что какие православные то вера даже не договоришь священников они веру православ даже не нюхали они и не знают они знают как угодить архиерею и чтобы обязательно архиерей над ним был и главное знает что он тиран он разрушает только деньги гребет и без него шагу не может шагнуть это поражение мозгов господь говорит поражу их коня сумасшествием и разбиваются едут вот понимаете как кошмарный какой-то сон химера ну и вот мне вопросы задавали много уже года два вопросы передаваемые мне из контакте одноклассников из других ресурсов администраторами и модераторами на наш форум а потом возвращаемые ответы попрошателям опять вы мне задали и так продолжается никак не могу добиться чтобы люди сами приходили на наш форум но наша форум есть вот я покажу вот наш православный форум игнатия лапкина так он называется очень большой форум 1587 подробно от начала до конца везде во свете библии это во свете библии ну заходите сами стал регистрируйтесь и ставьте вы выходите в контакте там не бывает в одноклассниках есть у меня там конечно регистрации в фейсбуке есть но мне не нравится ничто у меня единственное чем я все время занимаюсь это мой мир считаю это лучшая система ну не считая конечно ютуба и по плелистам и расположение какое фотографию 18 тысяч триста восемьдесят только фотографии любую можешь сразу найти сколько у нас сейчас видео здесь 2215 вот сколько видео а на нашем ютубе на ютубе там больше четырех тысяч до вопрос ко всем зайдите на наш ютубе я не могу никак посчитать это до двух тысяч пятьсот или трем тысячам счет был а потом сразу исчезла эта единица и никак не могу дальше не пускает может кто-то знает сколько у меня там роликов по точнее потому что воры были воровали сколько осталось то где-то в пределах четырех тысяч больше или меньше так и не знаю потому что каждый день я выставляю примера по пять роликов каждый день потому что такая жизнь люди просят что-то отвечаешь и ну и вот где это на наш переходить и дальше объявление отдал уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое но точное описание что на нем есть для облегчения поиска нужного ответа вот и показать что нужно указать что на какой минуте о чем вот николай коля тут есть вот у меня уже роликов на ра 5 последние которого мы выставляем он их дает подробные абсолютно хорошо просто делает я сейчас даже покажу как это делается это надо закрыть будет смотри где где то есть но номер сайт вот он видите как по 28 вопроса вот сегодня он дал я уже поставил вот 29 секунд православный форум объявление мой мир шестая минута десятая час и четыре минуты о венчальных иконах и дальше час время но все правильно сделал я ему благодарность выражаю это для всех ты сделал мне это это не надо но это очень удобно это и поисковики легче любят он сделал это дальше коля николай опять за номер 26 вот точно так же вот он сделал видите как вот сейчас 5 дальше коля номер двадцать седьмой видите как он ну все это сделано как номер 26 измена трусец обман какая минута вот смотрите сколько он потрудился двадцать пятый номер вопросы одна минута метрополития ларионе и дальше вот номер 21 вот посмотрите сколько от один человек вы возьмите другие какие-то уже тема не трожьте пусть она закончит другие старые новые мне только указывайте я туда буду переставлять помогите просто помощники нужны свои рядом не могут где-то работает и не всегда но но прошу помощи вот ну вот что пришло за день считаем 16 минут назад я не могу понять связанный комментарий что то что это такое не знаю связанный комментарий говорят что он где-то еще там выставлен ради этой темы что он пишет как его звать пегас 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 это мы знаем кто это коняга интересно одно я христианин но католическая интересно если бы вы принять именем в вашем сообществе польский ну смысл понятия на чем он говорит ну допустим вы приехали к нам дали разрешение мы даем разрешение разрешение когда человек пяти качеством будет соответствовать первое что он докажет что он не лжет что он действительно пегас мы его запряжем в телегу будем на нем ездить он нам нужен такой пегас но если это человек значит уже фамилия уже уже ложь чтобы никогда не лжет пусть он докажет дальше не пьет спиртной не курит не матерится не ворует не курит это не наркоман ничего что вот эти пять качеств дальше у него даже быть должна быть православная вера что он будет делать здесь храм все до одного православное и ты один ну мы будем тебе свидетельствовать говорить и но у нас не не было то ну в общем то согласно российским законам мы не имеем права запретить но тебе будет трудно потому что ну я не говорю ты хороший все нормально у тебя ну православная вера всех здесь я католическую не зазираю ну не принимая в католичности что определенно скажу сразу то что папа претендует главенство примат папса абсолютно это неверно антихристианские второе что бритвия и крещение таинство и все измененные вот это а остальное это пойдет одежда там не так там статуи вместо икон это никакой роли не играть вот четыре качества ну конечно мы будем говорить о православной вере но это некоторые поставил более ранее которые выходили а то деревне наше я поставил и вот отвечает кто то есть надо больше списать все поговорить и средства должны быть самому построить один ты ничего не сделаешь должно быть ну хотя бы мужика три-четыре приоритета дается конечно первую очередь молодым обязательно женатым неженатые были ни один не прижился это невозможно и с детьми вот а вот те с кем мы будем говорить а с одним что ты будешь делать где ты будешь жить вот это же сибирь ты не заготовить дров не можешь не себя обеспечить не скотину держать у тебя нет ничего не травы накосить то есть это нереально вот у нас поселяется сейчас там он племянник мой так их их шесть братьев шесть женаты все большие у всех племянники большие так они понаехали там сколько и то только нынче он первый этаж заложил фундамент даже не этаж а по подземный этаж ну и построили там коровники все мы это сделали ролики показывали это ну просто надо соразмерить все это ни в коем случае не приезжать не приглашенные вас в этот же день вывезут обратно или отправят тем более зимой попытки может быть и были но нашли только трупы ехал где-то в кустах застрял там нету на нашей остановке нету ни здания ничего нету ничего пустая степь в какую сторону идти дороги вообще нигде нету даже летом не видно за рощами то даже летом в июле это нельзя приехать просто мы говорим а тут начинают а это тоталитарная секта и прочее ну слова то остались словами но человек то погиб только весну видели вороны летают пришли а там девчонка в соседнем селе она обидели что ли она пошла домой в корчину но никуда она не пришла она бы вывернула по тракторном колее а потом заблудилась в кустах застряла и кончилась дальше вот женщина из украины удивительно не православная но как она беседует у нас она всегда все давно ее нету она духом православная она любит бога чистый разум у нее она знает как разговаривать это духом а не то что там икона у тебя есть и батюшка и епископ считай еще одна мысль посетила меня на этом видео видео где я говорю там барабаши староста говорит как живут попросили сделать ролик пройти по деревне как люди поселились как что молодые по парень девушка он сейчас фермер и что у него есть я могу показать вы просто википедии или на наш форум зайдите зарядите деревня или потеряевка на на форум именно на форум и там все эти данные википедия даже потеряевка и там найдете и устойчиво держится когда вы игнать и тихоныч сидели в доме устиновых я в кавычках увидела ваше служение семьям деревни потеряевки видите вот и видела а как а свои тут как назовем патриаршая кодла патриархийная вокруг меня крутятся ругаются матерятся особенно кто часто причащается недостойно вот это к миссионерскому отделу как-то имеют это это бешеные псы бесноватые прямо не могут успокоиться то что не православную ну посмотрите как она находит она находит как советует этих ничего нету одна дикая бесовская ненависть это не я в это вы делаете это не я у меня просто ролик мои ресурсы приходят и гадят и гадят и все заблевывает и узнают кто в моем мире друзья и на каждый выходит и всех заливает ненавистью это бесовское отродье демоны ада вырвались на свободу через патриархийную дыру эту это это приходить один раз на неделе в дом кому-то но в конечном итоге ко всем по порядку во время которое благословенно для всех взаимно и вы беседуете наставляете общаетесь помогаете советом или словом от господа просто находите семье и с каждым членом семьи чтобы было общение индивидуально и в конце ваши молитвы у нас как раз это и есть мы также приходим просто не показали но так она если эти советы какой дельный духовный спасительный но эти все вместе одна вот эта женщина не православная с украины она всех патриарших которые нападают этой кодлы она выше их на много намного ступеней олег чернев с большим интересом смотрел очень понравилось спасибо создателям и участникам фильм это деревне но у нас кроме того хотел сказать вот когда вы заходите на наш этот вот она как раз деревня наша живите в деревне они на этот ролик отзывается вот они идут наши девчата вот посмотрите как одеты пасхальный день в деревне видите веселые все пасхальный день сразу же отзывы сектанты и где только их нету сектанты даже сектант еще злобится то написано вы посмотрите как одеты идут веселая с какой корзинкой идут одни девчата но одно удовольствие только глянуть то нет просто шлопаются что это уже патриархийные я знаю еще туда тянут бессовестные кого-то можете тянуть то вам нужно двумя руками закрывать когда сказать я раньше говорил если бы я был баптист я бы боялся сказать это слово а сегодня просто опасно говорю что ты православный православный да вы крохобор вы гомосексуалисты вы и дальше начинается перечень голову опустишь и ничего вопреки не скажешь и вот вот это наш видеоканал посмотрите какой вот ну а там когда вы ткнете то по-другому там идет и внизу жития святых вот здесь его ссылка и там скажи день жития святых моим голосом насчитано и вы увидите как каждый день но здесь она в другом варианте открылась и это не так уже его важно дальше вот починаете степана и на этом про выйдете страдания первомученика стефана стюра пирогова каждый день ждем новых видео всей семьей когда мы смотрим ваши видео мы как будто с вами все переживаем и проживаем всегда волнуемся когда долго нет видео но кто не знает стюра это анастасия в простонародье никогда дима не звали а как митя анна никто не звал а не анюра нюся нюша вот я на старый мир называется авто тима интересно судьба никиты вот он сидит никита смотрите никиту замурыжили здесь гуру я значит гуру это другого нету за зомбировал его вот он просился просился с украины приехал но я разница есть как сам то ты думаешь давай алексей царенко царенко лапки наживил библию да есть на чем задуматься мама дело юбку мама юбку надела даже не знаю откуда чего давайте юрий красовский добрый вечер уважаемый гнати как ваши голуби поживают с удовольствием слежу за вашими трудами успехов и благополучия голуби живут живут наверху в деревне две голубятни голубятни здесь что интересно была статья в наше алтайское правде это губернская газета крупный заголовок на две страницы у злого человека голуби не водятся вот вам доказательства у злого человека голуби не водятся и доказательства идут у меня три голубятни и в доме вот еще живут дикарей нынче взял никогда дикарей не держал они уже вот вчера дожила или сегодня выведется уже как интересно но что интересно еще прочитал и гил это вот которая там даишь называет у них принят закон что с голубями не возиться голуби запрещены вот у них удивительное дело режут голову и голуби запрещены значит что-то в этом есть голуби это чтобы как шариков говорил слоны и коты еще сравнивать голуби это красота это небо смотришь это воркование это душа отдыхает у меня три голубятни у одного человека три разные разные породы и ни одного голубя не покупала голуби это очень дорого это за одну голубку просили приехали кажется 10 тысяч что ли долларов и он ее не продал долларов за голубку это не одна корова столько не стоит москве вот дальше а один мастер здравствуйте гнати тихоныч после просмотра вашего видео с разъяснением фильма дивергент я думаю многих возникла такая просьба расшифруйте пожалуйста смысл фильма матрица спасибо пакость выбросьте это два брата думали как что сделать ничего реального нету выдумка фантазия и расшифровать нечего немного там андрей кураев что-то пытался говорить но расшифровать нужно где скрыт таинственный божественный смысл а тут нечего говорить дальше сергей 82 ответьте пожалуйста на вопрос можно ли принимать принимать присягу в армии присяга это обещание служить и даже пойти на убийство защищая родину если библии написано потому что наша братья против крови плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы этого века против злых духов под небом ефесян на 6 12 вот у нас есть на я сейчас покажу если не знает кто вот у нас есть сайт во свете библии вот он так выглядит так зарядите православный библейский сайт его здесь вот книга к истинному православию вы его отткните только и сразу будет заголовок вот где тут написано сейчас мы увидим а я говорю любите врагов ваших ну-ка посмотри где тут вот он вот она а я говорю вам любите врагов ваших здесь все написано 299 страниц эта книга у меня вышла вон там дай-ка внизу под этими книгами самом низу я 40 лет собирал материал присягу принимать нельзя это клятва вот эта книга как выглядит наверно от подблизь дает плохо вот эта книга вот на ка просчитай заголовок вот здесь потом положишь туда вот этот вот издание второе дополненное автор выражает особую благодарность клеменко владимиру федоровичу главному редактору газеты алтайского государственного университета за науку благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров и дальше немножко хотя бы материал для этой книги собирался 40 лет 40 лет я собирал его выражаю большую благодарность архиереем священникам мда московской духовной академии библиотекам которые по крупицам помогли сделать подборки материалов быть может со временем блаженного иеронима средомского 420 год умерший православие не появлялись материал такого рода так сравнивая все полученное со священным писанием приходится сделать заключение что то что сегодня называется православием практически не имеет обоснования на страницах библии вот так создана совершенно новая религия возврат первоисток возможен для тех кто еще жив если есть покаяние за вступление от библии ну так положи пока туда это на первой странице этот визит дай-ка покажу а то у нас визитка такая вот некоторые просят могу электронном виде послать чтобы там издать себе она небольшая видите в руках и вот с обратной стороны тут большую роль сыграл сергей козлов спасибо господи парализован мы туда-сюда отсылали отсылали наконец-то он отрихтовал все адреса и проще на положу и вот теперь мы нашли вот я могу любить и врагов ваших вот вы открыли теперь ткнули в нее дальше пошла тема вот она чур жирным курсивом это места из библии я всегда отвечаю по четырем параметрам что говорит святая библия 77 книг что говорят об этом каноны 719 правил 7 вселенских 9 поместных и святые отцы книга правил что говорят жития святых это 1173 жития 12 книги дмитрий ростовского и что говорят святые отцы патристика в общей сложности это 300 томов я их все и в глаза некоторые не видал там редкие такие книги это 5 томов добротолюбия вот ну вот теперь вы это все найдете вот здесь видите сколько мест писания у нас в нашей общине запрещается отлынивать или как говорит откосить от армии все должны пойти но заранее пишут заявление батюшка заверяет что человек не на отлучение он православный но присягу принимать не может не быть заряжающим не снаряды подносить а именно что там спасать ранены хотя бы на минном поле и прочее прошлые годы брали они служили без присяги а сейчас даже вообще брать не стали и все присягу принимать нельзя это явное грубое нарушение поправить клятва есть присяга дальше дмитрий гринченко игнатий тихоныч своей жизни показывается все величие сути человеческой и думаю помогает слышащим избавиться себе от овечьих шкур и замутненного зрения эти как понимают люди родышел будьте любезны дайте определение слова душ душа и дух душа и дух в разных местах одно и то же говорится и только в двух местах библии говорится дух душа и тело человек не троищен он дуалистичен тело и душа душа называется духом и дух идет господу видел поджерником души а дальше приступили к духам праведников достигшим совершенства это 6 9 откровения это первое количество таких евреев 12 там 20 какой 28 кажется вот так а там говорится где дух душа и тело это дух называется настроение настрой души веселый дух ревностный дух огненный дух ручил вы все книжки читаете они уже действуют еврейский захват украины шокирующее доказательство ну вот так михаил казарин есть что послушать удивительно приятно излагает граф александр во слава боже здравствуйте игнатий тихонич вы молодец я не шучу я не живу в россии я в германии но вы истинный русский цветочек человек и ваш лагерь и ваши сотрудники все молодцы жалко что у вас так мало в этом мире вы так все просто но так все уютно создали в вашем лагере только одно могу сказать успехов вам здоровья всегда и во всем с огромным уважением к вам александр граф да поможет вам бог видите как но у него видимо здесь на пикетре то нету русский бог написал что благодарю александр звать его александр да ну бог вам в помощь кому надо тот увидит елена царенкова какой замечательный ролик для многих женщин как и как и я же не сам развод называется на развод женились будучи неверующие муж стал выпивать дети зависит в компьютере пришла к вере спустя 20 лет идет разделение сама жить по старому уже не можешь а по новому опыта не хватает чудесное получение игнатия тихоновича лапкина верни ту радость общения муж должен видеть твою заботу а мой еще и прогуливает погуливает поэтому и живем в разных комнатах не могу принять его измен разрушает плотскую жизнь но ангел внушил мне что в доме должно быть чисто уютно и сердечное приветствие нет споров живем как брат с сестрой если бы он рассказал все больше не совершал измен но муж всю вину перекладывает на меня а я молюсь и за все благодарю бога все заслужило ведь я не делаю тайн прошел вы сами выставили в интернете всем говорю поэтому да я говорила да муж узнает еще узнает что узнает что он блудник он и так знает его знает и в деревне и в городе он живет не надо этого бояться что что дети раньше написала даже 7 месяцев назад и взял 48 49 минут а мы христиане во многом теоретике а для этого чтобы семья наша поверила нашим словам на учении ох как необходимо практическая жизнь по слову божьему при детях нельзя спорить с мужем дети моментально берут ту позицию где они могут удовлетворить свои греховные наклонности молчать да и молиться как мало мы доверяем силе молитвы увы у моих знакомых произошел такой опыт постоянные споры о вере привели к тому что дети приняли сторону маловерного отца и отошли от церкви 10-12 лет детям развод и мать с китайцем по 7 съемным квартирам одна для германии был тоже в германии тому нашего детины там были гостях это все ролики снято и она говорит я во всем старалась показать что я умнее его ну может быть умнее он там может что мы подравнялась тебя как одна нету ушел если я но она я все умничала говорит как бы с осуждением себя я уже не раз разговаривал с такими вот она на работе говорит а мужик мой такой да я там приставала он ушел и сейчас живется то светка это нормально дура была какого мужика упустила другая прям гонит из мужа муж богатырь такой сильный работает ее подруги спрашивает на строительстве ну чё он пил да не пил лучше бы пил а что бил да не бил паразит а что да он баптистом пошел на тебе то какая разница рита маргарита ну какая тебе разница то ну может деньги приносит доработает он где-то в кгб даже терпеть не могу этих баптистов но его там терпят кгб при советской власти мне осталась одна вот и все пойдете женщины а тебя зависит мужик это такое создание прямо его на волосинки можно вести то а упрется на веревке не утащишь лаской вниманием лаской как профессор говорил филипп филиппович преображенский юрий юрген правильно игры это одержимость нужно поститься и молиться господу иисусу христу михаил кальмаев эх сергей сергей что ж тебе не мется на этом священнику говорит перестала ты уж губить свою душу зачем уже свидетельствуешь ведешь себе настоящий провокатор знаю что ты не один такой много найдется таких которые будут аплодировать тебе а ты то что думаешь таким образом царство небесное заработаешь жалко тебе с этим священником были близко знакомые роликов 9 было и теперь его то ли там жена прижал это подкаблучники как правило вот это не самостоятельная болеется этому воспаление мозга там у него он жаловался помоги ему господи и архиерей там говорит среди зимы может выкинуть меня на мороз с детьми ролики были теперь видимо где-то что-то как правило каким-то миссионерским отделом что-то ему доверяют его до теперь отскрестись что он со мной знался и везде взламывает тому как это ролики убирают за всеми гоняются ну где ты раз ты начал делать теперь наоборот тебя будут дрожить как быка и он везде там лазит чтоб ролики эти убрали а там хорошие ролики беседовали как еще это не сделаешь я даже фамилии не хочу назвать он умирает от страха почему патриархийная часто причащается недостойно тарас п я мечтаю жить под руководством игнатия тихоновича потому что жизнь под его руководством это жизнь под руководством святых отцов богатыш как понимает даже не знаю кто он такой евгений а.п. сергей дудин молодой ерей который захотел раскрутиться за счет игнатия тихоначьи лапкина от которой я сейчас говорил но раз называет я говорю как раз о нем тут и еду что непрерывная ложь вот это гоняется пакости собирает лжесвидетельствует да в церковь заходить нельзя такому человеку а это в алтарь знаете да еще на престол руки ложат ужас какой и туда зовут к себе совершенно бессовестные люди а ты знаешь за собой вот у нас в общине запрещено к себе звать а почему все же зовут у нас запрещено так а вы тогда к откуда люди будут ниоткуда не будут нас просто не будет и все но мы показали почему да потому что увидит может быть карикатуру на христиан хотя наша община все считают это жемчужина в короне царя какие как одеты люди как живут если выпил где-то на замечание два года будет коридоре стоять если было аборт аборта не было но если что то подобное то отлучает по полной программе 10 лет за один аборт у нас все каноны действуют и вот это он пишет ему какой-то евгений а по не знаю апостол такое лицо игнатий тихонович может казаться и быть резким категоричным и он не заставляет соглашаться с собой да он имеет свое четко обоснованное мнение если вы сергей дудин находите словах игнатия тихоновича то что противоречит слову божьему скобках принятого православном учении в рпц то обозначить именно это по остальным вопросам невероучительным отношение к монашеству к существующему положению вам вещей в рпц клиру и так далее каждый верующий человек может иметь свое мнение не обязательно совпадающие с вашим или даже с уважаемыми отцами церкви да правильно сергей дудин не забудьте трусоватым молодым человеком который мнит себя старцем обратитесь к игнатию тихоновичу назначьте встречу хотя бы в скайпе и выскажите свои претензии это будет честно и по евангелию как огня боится теперь этого были хорошие отношения ему книги высылал собирался сюда приехать как укусила муха цц как бешеный сделался почему патриархийная ложь система самой патриархии основанной на лжи ее основали патриархию сталины берия 4 сентября 43 года они понять не могут в этом надо скрестись что-то сделать что это собор ваш решит юлия долбнева а я вообще не увидела у гнатия тихоновича воршивости и раздражительности а вижу ту самую любовь который и движет чтобы мы исправлялись в том числе и никита на баран я спрашиваю папу на раз тебя помянули ну я с тобой только как обращался летом там за тебя уже заступались гнал тебя гнобил тебя зомбировал тебе на пользу пошло это на пользу ну там никто не зомбировал не гнобил но на пользу пошло ну понятно чё к чему не прикоснешься все ломалось у тебя где-то теперь тебя на работу берут и проще это ты хотел чтобы вернуть если назад чтобы я с тобой обращался по другому там ласкатель стол нет не хотел конечно вот он сидит рядом ну зазомбировали конечно еще спросишь что-то в гуру его давят давай нам баранам лучше страхом спасаться чем убаюкиванием на меня лучше бы подействовал пинок чем необоснованная для временной земной жизни либо и любвеобильность всепозволяющая настоящая любовь или ложная в общем разница смотрите глубже они на ласково абсолютно правильные слова достойная любого архиерея их называют любвисты зацелует где-то а внутри та самая сущность которая прикрывается овечьей шкуркой юрий югин зачем вы иконом кланяйтесь бога живому поклоняйтесь творцу неба и земли лишь ему одному слава во веки веков имени видите как вот он сказал это ну я показал ты иконом кланяйтесь ну что сделаешь кланяемся мы как первообразу все это возносим как у нас написано но у нас тут по церкви у нас храме люди не ходят по стенам один раз когда к кресту подходят лежит библия на русском языке и праздничная икона поцеловали все два вдвоем подходят два поклона потом третий поклонились какой-нибудь это на в алтаре алтарь открытый тогда их батюшки подходят это посмотри какая у нас щинность порядок чему царица сапска удивилась почему василий великий говорил об этом и анзартаус наведи порядок а потом богослужение порядок дороже богослужения шалман кому нужен сергей игнатов спаси христос слава богу что он сохранил для людей ищущих ответы во свете библии на актуальные вопросы жизни и вызовы нашего времени таких проповедников как игнатий лапкин благовествующих слово божие в духе первоверховного апостола павла как высоко оценил это юрист пишет я с большим духовным удовлетворением слушая его живые выступления хотя не всегда разделяя его оценку тех или иных событий событий но то что он делает это во свете библии вызывает ему доверие эти вот так люди это люди с которыми я не встречался вот александр вот да александр марьясов для монте кристо помысл это показатель вашего духовного состояния старец поиск святого нашего так юрий соболев посмотрели с удовольствием с детьми ролик накормить голубей собак кошек воробьев и прочую пернатую 8 января очень понравилось а вот это игнатий тихонов еще более чем точно прямо в яблочком отец андрей кураев сегодня взят курс сколько церкви курсив мой юэс на других союзников и на тех у кого есть собственное мнение то церковь боится таких патриархии хотя бы и самая лояльная она тех кто всегда имеет правильное правильно то есть по их подачивать где-то все торговля табаку водка все это надо принять дома все остались надо принять потому что это сладкий пирожок ну я не могу с этим согласиться о тут и написано не могу не могу согласиться так они это юрий пишет не я да так как ощущаю это и на себе лично все явственнее пока мягко не навязчиво либо тесняются либо не дают возможности свидетельствовать там где раньше у меня была возможность а он преподает в красноярском университете государством в академии и ведет курсы катехизации при епархии и они его везде зажимают там думал это мой частный случай но как выясняется это современная патриархийная программа так бездарно и глупо закупорить благую весть такое благоприятное время трех прошедших десятилетий десятилетия прошло не с места не сдвинулось упущено время все приговоренный к смерти бог будет их выжигать как говорится в шеи прожарки верно ваше слово игнатий тихоныч скоро им будет не то что до вас господи помилуй нас грешных с воскресным днем игнатий тихонович посмотрел сколько было времени несколько ваших роликов хочу поблагодарить вас за уместную критику некоторых моих соображений эти как у нас хорошие отношения ну хорошие-хорошие сократ говорит друг или платон друг говорит на истина дороже он за русский язык где-то но он правильно сказал то все но я за полный русский язык но у нас но мы все понимаем все библейско у нас на русском салтырное ощущение на русском и сказали бы сегодня все по русски то ну мы бы не пошли на это хотя я полностью за русское богослужение то что мы привыкли это уже знаем кое-что из славянского считаем критику которая критику по делу всегда сколько помню себя мысл как необходимость дисциплине себя свои мысли своего дела поэтому всегда благодарен в хорошей критике а уж из ваших уст услышать и гнатий тихонович ну просто благо вот так все принимаю и согласен все так пару моментов поясню первое по церковно-славянский язык вот на нашем когда зайдете вот эту книгу кислено православие там написано о слове все что святые отцы говорили о русском языке все все абсолютно более полном материале чем вот такие кислено православие по всем этим темам я просто не знаю в мировой литературе просто не знаю сколько я пересчитал этих тонн литературы но это бог позволил так сделать не мое это благодать божия про церковнославянский язык ни в коей мере не являюсь ревнителем церковнославянского языка скобках скорее напротив с батюшкой чаще всего по этому вопросу и бывает прение написал что я за в кавычках имел ввиду его литургийность кроме чтения писания проповеди это исключительно на русском вот тут мы полностью согласны вот он даже маленький где-то видел разночение это дает пояснение вот понимаете что значит незамутненная совесть правильное обращение рождение свыше дух святой открывает это дальше но я из-за русский в качестве литургийного язык китайский и любой иной тут как вы говорите я раз расстрояюсь на на 1 3 вида мыши мыши имеется ввиду что литургия никоим образом не влияет на научение христианина про русский в качестве языка писания проповеди я уже сказал ежели вернуться к литургии евангельского образца то нынешние следовало бы и вовсе сократить существенно и многократно до причастия она длиннее сегодняшней в триста тридцать три раза стала я уже подсчитал по буквам какая тогда была литургия коса сейчас чтобы существенно и многократно до причастия чтобы молиться слушать проповедь причащаться язык не важен в равной степени можно служить и без орарей икон свечей ходил и прочего но мне как русскому человеку все же милее со всей этой атрибутикой а именно и так и мне тоже тоже логика как и вы говорите я привык двуперстному но не против и троеперстного и ладонью до католики это не догматика абсолютно правильно как ни крути такая литургия часть моей культуры русской и мне она более желательно нежели еретические проповеди русском с американским акцентом и грамматикой абсолютно точно более того даже если литургия будет сложиться на русском она все равно нынешнем виде останется абсолютно точно столько там накручено и так много всего от символики до тайных молитв то чтобы не просто знать когда креститься когда символ веры петь это все знают и бабушки а понимать значение литургики тут и скабалиновича может быть мало вот профессор такой книга такая вышла там страниц на 800 киевский профессор тогда дореволюционный для чего мне это все недостаточно было и гоголя чтобы иметь представление происходящим а теперь в общем то и разницы нет на каком языке литургии идет порядок там везде один и тот же да в плане литургии православные как протестанты знают что и зачем следует креститься молиться но понимание нет и протестанты вроде знают писания а понимание отсутствует истинного толкования у них нет да то есть научение должно быть не вне храма и потолкование писания и толкование литургики если кто желает знать службу вот абсолютно правильно вот этом почему в семинаре это не учить не в академии а учить только одно как любое беззаконие оправдать а иначе армяне были бы самые просвещенные у них на национальном языке столько веков идет литургия про сложные некоторые формулировки тут все верно вы тоже правы но я это пишу как бы для себя самого чтобы не забыть вроде как духовный дневник если уместен такой оборот еще раз благодарю вас игнатий тихонович за критику сердечно обнимаю прилично молитвенно с вами храни вас бог андрей карташов доброго вечера есть ли у вас ролик с темой какой должна быть или было патриархия много вы зайдете на наш вот допустим я сейчас покажу где это есть вот смотрите справа тут я отвечаю на 4124 вопроса то п патриархия вот давай посмотрим где тут п вот она патриархия 31 вот я сейчас нажимаю вот открылась а вот видите идут какие идут вопросы но смотри что тут первый вопрос если бы вас избрали патриархом то с чего бы вы начали вот реально какой это том 3 вопрос какой 938 сейчас много не нажимаем вот ответ считай даже вообразить страшно конечно конечно провозгласил бы свободу в то что кто хочет служить на русском языке пусть служит всего первое вот отношение к в тему попало сразу бы открыл миссионерские школы нашел бы хороших ваптистских проповедников которые никак не трогают православную догматику по я уже договорился тысячи человек у меня в один день пристанут и поставил бы их преподавателями открыл бы хотя бы тысячи училищ а это можно сделать течение одного дня сразу же прекратил бы строительство всех храмов и часовен до единого по всей россии и все средства бросил бы на издание новых заветов покупать эфирное время и проповедовать всех до единого архиереев священников и монашествующих под роспись обязать дать обещание никогда не нарушать канона церкви относительно таинств официально признать недействительными все до единого крещения бывшие без погружения и без катехизации от одного до пяти лет никого не крестить для тех кто уже знаком с православием этот срок может быть до одного месяца всех архиереев священников не имеющих полного погружения окрестить проповедь поставить на первое место проповеди начинать богослужение прекратить всякие заказные молебны полностью вести десятину и все делать бесплатно проще сказать все делать так как делается в нашей крестовозвиженской общине города барнаула после каждого богослужения которое нужно обязательно сократить до полутора часов как утреннее так и вечернее чтобы обязательно было собеседование разбор возникших духовных и плотских вопросов образовать братство сестричество внешне церковь уменьшится в сотни раз а качественно улучшится и начнет быстро расти перед началом этой реформы нужно найти какое-то тайное место недосягаемое для церковной мафии иначе они к вечеру уже убьют прекратить всякую связь с государством и не принимать деньги на строительство храмов это каббала по местным соборам в ближайшее время отменить все посты кроме великого поста среды и пятницы но за нарушение этих уже взыскивать по всем канонам строгость наказания сразу же должна начаться по срокам епитемии запретить всех священнослужителей которым не исполнилось 30 лет чтобы ждали своих лет прекратить всякую торговлю свое имя я не стал бы менять а имя в честь Игнатия ростовского чудотворца поменял бы в честь Игнатия Богоносца вот видите как вот вопросы какие патриархи вот сколько вопросов вот видите показывают какой том 11 тут у меня 30 томов открытым оком вот смотрите вы заходите на наш сайт и перейдете вот на наш сайт если вы зайдете вот он наш сайт а вот рядом православный форум только давни на него вот сжать уже на форуме вот здесь тут давни на видеоканал она зайдете на форум там все по темам разбито но даже говорить не надо насколько у нас все это хорошо сделано это модераторы программисты с высоким уровнем дальше так Андрей карташов быть или должна быть патриархия то есть у меня сказано доброго Траган Тихонович до революции как обстоял вопрос об уплате десятины никак его не было даже торговля 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 ну а десятины нет это проклятие проклятием проклятый что вы не платите десятину а священник говорит я благословляю Бог говорит я проклинаю ваше благословение Бог говорит Малахия 2 3 глава Сергей Минск здравствуйте Игнатий Тихонович спасибо с Бог я все изучаю вашу информацию собранную вами о крещении уж сильно больной и важный этот вопрос для христианина а там ничего нету креститься и все а где не полное погружение то обман его не было это нет перекрещивания это обман фикция и не могу по своему скудоумию понять местами ваши логики логику мою хотят понять действительно если вам не сложно разъясните мне вот вы признаете благодать РПЦ русской православной церкви патриархийная благодать русской православной церкви в совершении ею таинств вернее сказать что руками священника Бог совершает таинство и в то же время вы указываете на неверное их исполнение правильно на неверный порядок действий замену одних действий другими подмену их ну так раз они нарушают то ну и что дальше но почему вы решили что это полностью лишает человека принимающего таинство благодати от Бога да не надо решать это ничего там и не было обман в обмане Бог не участвует это говорит 50 апостольское правило эх что она там делает смотри костюм мой рвет как а то что она под мышку лезет я думал долго что такое кошки реагируют на видишь что делает подмышкой подмышками ладони больше всего потеют а потеет человек когда переживает это сердечная валерьянка я так думаю и она поэтому туда ломит вот сядет прямо из подмышки голову не та кайфует там эй даже не слышит никак потеряла рассудок дальше почему вы решили что Бог не способен исправить неверную форму исполнения таинства своей благодатью ну дальше почему вы отказываете Богу в свойстве милости снисхождения к нам грешным и всемогущества во первую очередь не я это я говорю обосновываясь на писании на священном писании на святых отцах вы то ни на чем не обосновываете это Богу приписывать а почему он не может Бог много чего не может Бог бы взялся за каждого нет тебе дан великий дар свободы совести об этом даре свободе совести многие особенно в патриархии вообще не имеют понятия никакого главное батчика благослови любое беззаконие благослови ну и архиерей дальше главное Бог это архиерей чтоб деньги туда тащили он тебя будет давить правила менять такие правила в любое то есть абсолютный диктат вот о чем Андрей Кураев тут говорит я не отказываю Богу то вы навязываете ему то сам себя Бог отречься не может написано Евнух и Филипп сошли в воду еще при чем тут Бог когда указание уже дано я с вами согласен что наше священство сегодня погрязло в грехах погрязло в грехах а Бог не может разве грехи это выправлять он может но дал нам из за этого церковные начальники принимают решение более вводимым сатаной чем Богом отсюда и это вся свистопляска еще сюда но если сатана так еще договорить тут сам уже и договорился как его звать там Андрей ну назовите сегодня хоть одно из семи таинств где не внесено изменения где не совершено подлога так почему крещение почему крещение это вход это третья ступень рождения свыше почему с ним вы ведете такую борьбу а сами идете в собор в Барнауле и причащаетесь во-первых не ходил и не причащался ни разу у него не точные сведения никогда присутствие не только оглашенных но и просто туристов ну и священников которые точно грешны литургия совершена с нарушением канона то есть мы не ходим туда причащаемся здесь у нас нет вот на празднике там можно молиться но не причащается вы все правильно сказали только мы там сами идете в собор то есть я там и не хожу ну да какая то нужда бывает там зачем то я уже не помню несколько лет назад там был может все таки нужно таким как я более думать о покаянии о борьбе с грехами о правильной молитве а не о том было ли крещение или нет ничего себе вот это да любой скажет было или нет не было ничего и не было ты в церковь не вошел ты еще в грехах когда написано крестись а мой грехи твои когда Петра спросили Деяния апостола 2.38 22.16 встань крестись а мой грехи твои ну тут заблуждение стопроцентное не видите ли вы здесь некого искушения через вас сатаной простых христиан которые боролись за спасение проливая слезы крови пот и вдруг через вас приходит возможность еще раз креститься в кавычках и получить прощение грехов то есть борьба со старыми грехами в скупках покаяния сокрушение сердца в содеянном уже не нужно а чего так взяли не нужно у нас даже которые готовятся так им еще несколько лет готовятся когда все переосмысливают учатся Слово Божие у нас подготовка не как вот две беседы по двадцать минут да не делай даже две у нас пятьсот часов пятьсот академических часов а потом еще решать будет церковный совет допустить не допустить то есть рекомендательный характер батюшки дает он решает и как вы считаете некрещенный человек может ощущать Бога ощущать его ангела хранителя который ведь даруется только в крещении ну даруется одно дело водительством а другое дело ощущать ощущать может но остается в грехах и нищем церкви двадцать минут назад кто это был граф Александр Александр я просто в шоке какая удивительная община дам Бог удачи и счастья с уважением Алекс граф вот так но будто в Германии дальше Алексей Каранов вселенская апостольская церковь это не церковь русская или греческая или какая бы то ни была поместная иная да ибо ей спасается весь род человеческий и святится вся земля север и юг восток и запад но мы русские имеем неизреченное счастье принадлежать к этому великому целому кой мы держимся этого забывать не следует не вселенская церковь держится нами а мы русские с нашей поместной церковью держимся ею ни русской ни греческой или какой бы то ни было иной поместной церкви сказано что она прибудет до конца времен а вселенская христова церковь бессмертна вселенская вера хороша не потому что она является верой русского народа а русский народ хорош лишь до тех пор пока он будет исповедовать вселенскую веру ну этого то нет ну какая вселенская вера то русский народ просто не знает что делается в храмах вообще люди ничего не знают вообще не учат их не везде ездят а учат то но 98 процентов патриарх Алексей говорит меня вообще не слышат священники 98 ну что тут говорить то процента какой в храмы там 78 что ли процентов православных в стране а кто ходит то даже ходит из трехсот моченых только один что-то знает исследование проведено у меня поставлен материал в университете проводила цепенникова кандидат наук сто групп в течение пяти лет и пришла там по графам как верят что считает церковь сижательница ну и прочее может быть некоторым из вас друзья мои иные места покажутся слишком отвлеченными и трудными что делать надо превозмочь эту трудность тема настоящего письма слишком важна чтобы относиться к ней поверхностям она имеет огромное значение не только богословское догматическое но и церковно практическое и особенно наше время время видимой церковной разрухи один час назад он опять добавил будем чистотой и святостью жизни своей стараться приблизиться к жизни первых христиан настолько чтобы и враги Христовы увидели наше превосходство над их мрачной жизнью чтобы и они видя осуществление евангельской любви в жизни нашей потеряли уверенность в правильности своих грубо животных принципов жизни и обратили бы сердца свои ко Христу Богу вот видите как вот говорите что мы так и делаем и люди это видят какие отзывы дают это я их не придумываю здесь не я их пишу отзывы пора возлюбленная настало время самим нам верующим ясно определить свой дальнейший путь пора предпринять меры к ограждению самих себя и веренного нам святого наследия от врагов восставших на Христа и церковь его время настало может быть и суд близ предверек есть Матфея 24 33 из послания пора готовиться 1929 год не внешние формы церковного управления надо теперь сохранять а веру в сердцах народа церковного управления он как точно то выражается то сам берет или откуда то он вот это затеяли обязательно епископ архиепископы бог не устанавливал этого нигде нету дальше а веру в сердцах народа путем живого примера безбоязненного исповедания вашей собственной веры во Христа и его церковь не фикцию центрального управления и не блестящую внешнюю обстановку надо сохранять теперь во что бы то ни стало а истину христовой церкви надо сохранять от затмения ее человеческими умудрованиями и прямым искажением ее на почве животного страха итак у нас меньшинство что же надо отступить перед натиском воинствующего обезбожия да не будет всего как бы мало нас не было вся сила христовых обетований о неодолимости церкви останется с нами с нами Христос победитель смерти и ада история христианства показывает нам что во все периоды обуревавших церковь соблазном и ереси да носителями истины церковной и выразителями ее являлись немногие но эти немногие огнем веры своей и ревностным состоянием в истине постепенно зажигали всех и новые формулировки спорных догматических понятий проникая в сознание масс в конце концов фиксировались в определенные соборные постановления принимавшиеся вселенской церковью из письма к священнику Иоанну Смоличеву 1929 а вот откуда берет он говорит дальше совершается суд божий над церковью и над народом русским совершается отбор тех истинных воинов христовых кои только и смогут противостоять самому зверю времена же приблизились несомненно апокалиптические все наши усилия теперь должны быть направлены на установление прочных связей между пастырями и пособами и по возможности исправить совершенный грех путем противодействия злу до готовности даже кровью смыть грех свой из письма священномученику Кириллу Казанскому в жизненописании священномученика Дамаскина и еще Игнатий Тихонович простите Христа ради но вы постоянно утверждаете что вы никого не судите особенно после долгих облегчающих монологов я немного ну я немного согласиться с вами ну не могу видимо написать небольшая ошибочка дальше я даже себя проверил по толковому словарю ссылка вы именно судите осуждаете облегчаете критикуете просто непонятно зачем вы на словах противоречите своим действиям вот сказал человек да нигде покажите где вот я привожу место писания библии вы же не говорите так это не я говорю бог говорит вы благословляете а я проклинаю ваше благословение пророк малахия а я ругаюсь причем тут я вот они крещение как крещение нету прохрой ладошкой больше ничего нету человек не верующий заплатить деньги для крещения нужно чтоб человек уверовал полное погружение 50 апостольского правила и чтоб это было бесплатно сегодня все три правила нарушены там ничего нету это не я же говорю то я показываю эти места писания подтверждаю канонами вы то ничего не говорите и конечно слова грозные пророк иеремия 48 глава 10 стих говорит проклят кто дело господне делает небрежно эти священники проклятые вы благословляете а я проклинаю ваше благословение бог говорит пророк малахия это я говорю может быть я ругаюсь но эти слова как это бог проклинает вас извините пожалуйста не лукавьте вы не верующие бог говорит я проклинаю ваше благословение почему в церкви это не считают батюшка благослови батюшка благослови храмы храмы храм господень это все было и дальше так священники что убиты будут они будут выжжены новая бутова будет для них она уже рядом они не понимают ничего так это домолиться напрасно потому что написано проклятый ты будешь если заступать все будешь дальше в этом стихе написано кто меч божий удержит на крови меч господень не удерживай он уже опускается на них это лютые волки слово лютые волки относится только к священству во всей библии больше нет не надо кособочиться как у жака под вилами говорит или на сковородке александра гордеева вот я вам отвечаю нигде нет так чтобы я ну подтвердите где то выйдите пожалуйста выйдите по скайпу покажите где я их осуждаю кофан затворник говорит священник говорит я благословляю а бог говорит а я не благословляю скажите что будет утверждено на небе ну что непонятно то вот вот это гуру если интересно у нас тут один был иеромонах и он учился в алтайском государственном университете курсовой написал в открытом оке у меня девятнадцатый том исследовать на тоталитарность там по разным книгам исследовал исследовал про крестовозвиженская община не тоталитарная тоталитарная это православные монастыри православные монастыри там ни движения нету ни средств ничего нету в слово тоталитарное входит лишение передвижения лишение средств лишение средств информации ну и прочее у нас ничего нету люди отслужили сейчас на целую неделю или больше уезжает иногда на полгода их и нигде нету уехал в тайгу работник где-то дальше александра гордеева спасибо как мне друг верующий говорит ты фанат Игнатия Лапкина вот такого еще не было фанат дальше Юрий Соболев Игнатий Тихонович вчера обсуждали вопрос почему в одного человека благая весть проникает глубоко лишь коснувшись а иной даже при каждодневной катехизации остается бесчувственным святой Иоанн Златоуст говорит что Бог призывает человека по его готовности как Матфея Савла однако иные люди так и умирают не примирившись с Господом хотя им было проповедано неоднократно а чего так видите какие вопросы серьезные вопросы это все за день что считаем это за день мне пришло так это не все я выставил то согрешили ли они приступив на однажды некую черту если понимать на духовном уровне похулили для Духа Святого или изначально не были избраны можно ли так сказать ибо кто имеет ему дано оно будет и приумножится а кто не имеет у того отнимется и то что имеет потому говорю им притчами что они видя не видят и слыша не слышат и не разумеют и сбывается над ними пророчество Исаии которое говорит слухом услышите и не разумеете и глазами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули да не увидят глазами и не услышат ушами и не разумеет сердцем и да не обратятся чтобы я исцелил их Матфей 13 глава я отвечаю ныне это может и не открыться потому что главное избрание Божие из человеческой стороны должно быть ответное радостное решительное и бескомпромиссное дальше Виталий Терехин хулителям надо прощения просить признать обличение и своих обличителей простить это по христиански а они шишку хотят всегда держать как в одном толковании на Библии я читал что церковью управляет дух святой столовой церковь с попами истина а если ее обличают то это так ее недостатки это обличители церкви для попов это хулители в злобе то есть я его показываю в Библии что говорит он говорит а ты злобишься ты такой то есть все перевернуто совершенно они не верят нет страха Божия все таки самостоятельная русская православная общинка жемчужина в русском православии вот так а они попы ее травят кощунники удачи с Богом они должны искать таких людей которые имеют свое мнение вот и проще Коля Николай Игнатий Тихонович мир вам подскажите вот чтобы выбрать имя новорожденному по святцам где можно взять точную информацию где точную информацию в церковном календаре просто придите полистайте и увидите на какой день и там раньше было так по тогда были святцы и на священник не спрашивал вот допустим на 28 по новому 10 июня по старому 28 мая Игнатия ростовский чадоторец и Евтихий и который крестил меня маленького он избрал именно Игнатия не Иннокентия а Игнатия и поэтому такой разброс разброс имен был жемчужины сейчас ничего нет этого куда ни кинь Володя Володя Владимир Владимирович даже отца Владимира все Александр Александрович вот у нас мэр города был Владимир Николаевич его погиб на в автостраде на его место Владимир Николаевич я начальник тюрьмы я туда работаю Владимир Николаевич пришел в отдел социального обеспечения Владимир Николаевич никакой фантазии нету дальше поискал в интернете информация разная я только запутался у вас на сайте есть каталог жития святых там все по датам этим можно пользоваться для вас нет нельзя потому что я взял только то где больше половины жития святых больше половины страницы нельзя Алекс Цой пара синагога или самочинное сборище греческое да рядом собрание латинский язык там что-то фальсов что такое подгонять это к нам подгонять что это сборище самодельное там самопальная параллельное церковное общество не делающее ложных утверждений о вере но отделившееся от законы церковной организации отделившееся мы никуда не отделялись успокойтесь мы относимся только к Иоанну Евангелие от Иоанна 10 глава 12 стих наемник наемник над нами был он бросил нас волкам куда ну идите в патриархию идите идите ну я не иду ну еще дальше мы ничего не делали наша сила сидеть спокойно пророк говорит мы сидим спокойно мы никуда не отделялись ничего не меняли он бросил власов бросил армию чтоб предатели все стали покажите где мы отделялись они говорят а он говорит у меня в списках нету его там иларион кто говорит ух ты но теперь я на ваши слова ссылаюсь мы не получали этого документа но если это так так от нас еще зависело он вычеркнул и что благодать утвердила да это здесь давят его давят патриархия ну попала в эту лживую систему и ему сказали сделай так и все под ногтем заскрипело тоже понятно мы никуда не отделялись ни к самочинам ни к сборищу потому что ну у нас служит митрополит приезжает патриархийный да дальше об истине над на правдинске мир вашему дому я не пришел вас уколоть я ищу ту церковь о которой вы проповедуете но где она каждый кулик хвалит свое болото а где истина истина во христе мы ее нашли сочетайте смотрите находите я зачем буду показывать ранее писал вам о гомосексуалистах прикрепил файл ссылку на интервью журналиста с гомосексуалистом который фактически ведет пропаганду своего образа жизни с помощью этой журналистики я писал письмо 4 инстанции вам вам на первом месте мне белорусскому экзорхату министерству информации и в эту газетенку ну а я то при чем здесь все промолчали кроме газетенки и мин инфо ну и дальше он говорит вот сколько где там украина вы счастливите добрым примером Дмитрия Смирнова но никогда не ссылается на библию откуда взяли что я добрым я иногда ссылаю к нему вот он правильно говорит то но я говорю что он не берется слово божие но это тоже самое мне отвечать не надо это он пишет разве что уведомить о прочтении послания и готовности ответить на канале жду ролика на вашем канале куда же мне пойти и уверовать когда все вокруг друг друга укоряют охвалят свое видение и библейский текст подстраивают под себя ну сказать тут я не могу уже к себе у нас запрещено знать ищите сами вам бог дал свободу я нашел себя я в православии нато правдинский спасибо за внимание прочитал ответ прочитал ответ завтра на нашем видеоканале я ему ответил вот наш видеоканал я вижу около четырех наших тут тысяч роликов теперь вот маленько надо сюда вернуться а то вот что пришло мне пишет Райхан Джайнакова загидули на Алматы Казахстан Игнатий Тихонович как хорошо что вы и здесь на одноклассниках зарегистрированы Игнатий Тихонович принимайте дружбу мы общались по скайпу и я пообещал вам найти сотрудников жнатанской тюрьмы я дозвонилась на передачу жди меня в Алматы сказали надо приехать к ним туда теперь жду вызова от них я попросил найти те которые у нас были в лагере где отбывал в Жанатасе Джамбульской области Казахской ССР и там был начальник отряда или как его назвать это туберкулезный отдельно там железным большим забором в зоне зона еще была куда меня поместили у меня затемнение заметили бронхи меня в холодильнике держались 13 дней ну мучители из органов вот найти надо словак Владимир Васильевич а врач это начальник был высокого роста такой худощавый курил вот очень хороший а врач Татьяна Прокопина фамилию не могу найти но она была в 87 году там врачом уже на тассе можно найти и вот как раз Райхан попросил чтобы она мне нашла их нашла чтобы отблагодарить послать книги и пригласить в гости дальше Нина Петербургская специальный корреспондент в русской православной церкви живет в городе Санкт-Петербург вы друзья на фейсбук на фейсбуке они бывают так ну и дальше что переписка началась сегодня 2029 Нина Петербургская Игнатий Тихонович очень рада вас видеть здесь в друзьях вот моя группа пожалуйста опубликуйтесь здесь я никуда не хожу не публикую и не звоню вот у меня телефон и мне кто-то пересылает деньги понятия не имею но я никогда ну почти никогда если машина где-то ехали застряли нигде никуда у меня свои ресурсы на ними работаю не то что там не хочу а просто я не не умею и вот наш видеоканал заходите смотрите вот ну тут еще я хотел показать а теперь уже вот пока говорили кто-то зашел прям к горячему следу кто студия амнус комментирует ваше видео вот предание только те места ну-ка посмотрим что они говорили здесь чем-то недоволен или учат что студия амнус прочитай как-то неправильно приводить из предания только те места в которых будто бы оправдывается ересь непочитание мощей так есть и другие 7 января например в житиях помещено сказание чудес в руке святого Иоанна Претеча крестивший Господь я говорю о том что это есть есть таскали мощи переворовывали прямо воровали и написано как подменяли и ночью молиться пришли а потом выкрали оставили убежали это я все знаю я жития начитывал симфонию на жития книгу составил наверное знаю я говорю о том что который которого терзает пилит он согласен и не давал на это нигде а что запрещали где-то я привожу то что есть ну и считать тут дальше тут у него надо еще дальше вот он где-то есть я вижу у меня время кончилось никак нет ничего не против не говорю да правильно все я не привожу я привожу о том что выкапывать не надо терзать не надо и мощи все надо захоронить прах ты и в прах возвратишься хоть тысячу доводов делай кто-то остается первая прахты это бог сказал все остальные люди придумали я считаю это грубая форма язычества но они мощи есть я поклоняюсь приду но я все время имею мнение свое согласно святой библии вот так так что заходите нам сюда заходите на наш форум ну и в mail.ru тут по книгам по всему спрашивайте заходите все на этом больше часа чуть-чуть богу слава благодаренник этой Володе заходите 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 заходите